Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в каст... Я научился новым словом, да? Видеоподкаст. Здорово, Миша. Привет. Так, у нас год назад было видео. У нас год назад было видео. После начала войны. 24 февраля. Мы записывали видео 25 февраля. Что будет с жизнью русских в Финляндии. Ну, россиян, по крайней мере. Так вот можно сказать. Жизнь россиян в Финляндии. Ну, или русских. Всех русскоязычных. Прошел год. Вчера была годовщина. Ужасные катастрофы. Вот. Сегодня мы поговорим, как наша жизнь изменилась за год в Финляндии. Потому что это коснулось нас непосредственно. Миша, как тебя это коснулось? Я так понял, ты живешь в Финляндии с самого детства. Ну, я с 11 лет, да, с 2000 года. Тебе 48, и что ты? Сколько тебе сейчас? Да-да-да, мне 33. Ну, с 2000 года я живу. То есть вот сколько... А, ты в то же самое время приехал. Да-да. То есть мы живем с тобой... 23 года. 23 года. 23-24. Так вот, как твоя жизнь прошла этот год? Что ты заметил? Слушай, ну, честно сказать, я лично на себе, я как бы большого какого-то влияния не заметил. То есть на меня как-то косо никто не смотрит. Вот. Глупых вопросов не задают, но... А какие глупые вопросы могут быть? Ну, нет, ну, мало ли, там, знаешь, там, вот ты русский, там, ты кого поддерживаешь и так далее. Ну, как-то, ну, не знаю, но, видимо, те, с кем я общаюсь, они как бы меня знают уже. Да. И им в голову не приходит, что я могу поддерживать, там, войну или что-то в этом роде. Но, как бы, знаешь, вот на что повлияло, это такое какое-то небольшое ощущение паранойи постоянное, что вот меня за что-то, наверное, не любят сейчас. То есть, типа, там, я, ну, могу, там, знаешь, с друзьями, если я говорю по-русски где-то, вот в магазине. Ты стесняешься, да? Я не то, что стесняюсь, я даже не переглушаю голос, ничего, но у меня, знаешь, вот этой мысли у меня раньше никогда не прибегало вот в голове, а сейчас у меня прибегает мысль, что, а вдруг что, кто подумает? Ты как это, розового цвета барашек такой в стаде, да? Ну, да, что такое. На тебя все смотрят. Причем никто не смотрит, всем, на самом деле, пофиг, все меня как бы... Ну, то есть, я ни разу не замечал там какой-то реакции неадекватной, знаешь, ни от кого совершенно. И сколько я вообще, причем я не только в Финляндии, я много езжу сейчас по разным странам, как бы нигде вообще никаких вопросов по этому поводу не возникало, но... Как-то это самое... Вот, вот, ну, есть такое ощущение, знаешь, даже вот, например, в офисе, да, вот, в Копенгагене у нас головной офис нашей фирмы, я, там есть парень русскоязычный, вот мы с ним тоже как-то вот, мы перекидываемся по-русски, но всегда есть такое ощущение где-то вот, знаешь, в голове, что, а вдруг что-то подумает. Да. Вот. Но это уже какая-то своя, знаешь, дурь, а на самом деле нет, я, честно скажу, ничего не замечаю. То есть ты ни с какими проблемами вообще не сталкивался? Вообще ни с какими. Вообще ни с какими? Напишите, друзья, обязательно в комментариях, если кто-то из вас столкнулся с ужасными проблемами, мы обязательно прочитаем, смешиваем, да, прокомментируем, да, запишем себе, какие проблемы могут быть, может, мы это из-за проблемы-то не считаем. Ты наверняка общаешься с финнами тоже, и с россиянами, с русскоязычными, там, с Балтийскрана, украинцы у нас тут очень много на русском языке разговаривают. Как у тебя изменились отношения вообще с каждым? Ты знаешь, тоже вот я сейчас вспоминал, как раз мне Фейсбук напомнил годовщина, всё, и Фейсбук, мой же пост поднял, что удивительно адекватная у меня лента друзей была в Фейсбуке, то есть мне пришло, я одного человека, могу честно сказать, одного человека удалил из друзей, вот, а как-то больше у меня никому никаких вопросов, честно говоря, не возникало, и вот, ну, из русскоязычных, да, как бы, с кем я близко общаюсь, они, в общем, все адекватные совершенно люди. Адекватные, это я хочу подчеркнуть тех, кто не поддерживает войну, если вдруг зашли на канал, да, и... Да, извините, адекватный человек поддерживать войну, по-моему, не может просто, это неадекватный человек. Да, мы скоро об неадекватных поговорим. Да, это самое. А среди финнов, ну, опять же, как бы, нет, ну, те, кто меня знает уже, изначально, они, естественно, знают, как бы, мою позицию, ну, вообще, как человека меня знают, то есть им, опять же, не приходит в голову, что я могу кого-то поддерживать. У меня было вот первые дни, самые-самые первые дни войны, у меня вот, опять же, вот эта же паранойя была, там, знаешь, кто-то вот не отвечает на сообщения, например, по работе, и, знаешь, ты думаешь, а вот, может быть, они вот это, а, может, я русский, да. Ну, это редко, то есть это такая, знаешь, мысль тоже, ее сразу отгоняешь, естественно, от себя, потому что она, ну, она не имеет под собой никакой совершенно почвы, но вот... Но боязнь есть. Да и даже не боязнь, знаешь, вот какое-то вот... Ответственность или что-то? Ну, нет, ответственность, конечно, вина, конечно. Сейчас когда-нибудь там поперхнется попкорн, какая вина, что я сделал, что? Нет, ну, окей, хорошо, вина нет, наверное, вина нет. Ответственность – да, конечно. Ответственность. Конечно. Ну, это так, наверное, как говорится, адекватный человек всегда так будет. Ну, конечно, да, так о чем мы речи? Неадекватная, переходите на другое. Да, вот у меня, кстати, если честно, я сам на первые дни, я был против войны, как бы, я это дал четко понять всем, как бы, то есть все вопросы вообще отошли, да, единственное то, что произошло, я перестал общаться со многими людьми, которые поддерживают этот звездец, который происходит сейчас на данный момент, там, на территории Украины. Многие русские со мной перестали общаться, да, потому что они видят во мне предателя и, как говорится, не патриот. Во-первых, я, как можно быть патриотом, живя в другой стране? Да нет, почему, ну, любить Родину-то можно всегда, но оттого не мешает. Да, Родину-то я всегда любил и буду любить, да, и как бы, но вот эта вот риторика, которая повторяется постоянно, ты не любишь Родину, потому что ты не поддерживаешь ее. Не, ну это же бред, ну, то есть это вот, знаешь, это фраза Буша знаменитая, когда вот была, или это, или Обама это уже была, я вот не помню, когда была война в Ираке, он говорит, что вот нас, половина населения поддерживает войну в Ираке, и это самые настоящие патриоты, а 50% не поддерживает войну в Ираке, это тоже самые настоящие патриоты, потому что они все хотят, чтобы стране было хорошо, но просто по-разному. Ну да. То есть они видят вот это хорошее с разной стороны, то есть, ну, а то, что сейчас в России, конечно, слово патриот, это, в общем, ругательное слово, как и либерал, там и все остальные нормальные слова, потерявшие уже давно свой смысл. Ну вот разговаривая с людьми здесь, в Финляндии, захватническая война, ее по-другому назвать нельзя, нельзя, конечно, нельзя называть, да, все равно они начинают вот это вот, я не одабриваю войну, но, и начинается вот это вот, да, а где вы были 8 лет, а почему Америке можно, а нам нет. Ну да. Вот это вот обычная песня, которая вот, риторика, она начала с самых первых дней начала войны. Да, да. Да, а где вы были 8 лет, там украинцы детей ели. Да, 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 да. Вот именно донбасские детей придумали там биолаборатории, комаров и так далее, лебеди. Там много бреда. И этот бред, кстати, был как бы произнесен из уст представителя ООН. Про комаров, да, 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 там прям надо было видеть выражение. Знаешь, я, если честно, я обосрался от сверху, когда я это услышал. Нет, знаешь, да, взрослый дядя, дипломат, блин. Я еще другу какому-то объяснял, или брату не помню, там, смотри, как он читает. Обнаружена база боевых комаров, как будто, чтобы никто не услышал, да. Как бы его написали, он, блин, что тут написано? Ну, может быть, может быть и так, да. Дальше не придумали, импровизируй, называется. Это же вообще бред какой-то. Ну, это бред, конечно. Ну, слушай, там это, это вот это, все эти причины, они же, во-первых, менялись там что-то раз в месяц минимум. То есть этих причин, там, начала войны, они миллион. Вот сейчас последнее было, что там на нас НАТО собиралось нападать. Откуда? Какое НАТО? У них вообще нет наступательного. Ну, есть, конечно, но явно не на этой границе, и они явно не подготовлены. Ну, блин, посмотрите, вон, они в Украину танков поставить не могут. Если бы они готовились к нападению, наверное, у них были бы танки для нападения. Ну, там же какая-то база была, которая Россия сразу уничтожила в первые минуты начала операции. Где? В Ульяновске? Да хрен его знает. В Ульяновске была база НАТО в России. Это первая новость была, когда я приехал к знакомому человеку, да, не буду называть имя, и он говорит, да, блин, там базу сразу же расхерачили. Слушай, я про какую-то базу морских котиков в Крыму тоже слышал, или под Одессой, что какую-то, нет, не в Крыму, конечно, под Одессой, что якобы это морские котики, английские морские котики, утопили крейсер Москва с этой базы. Вот, потому что украинцы же не могут утопить крейсер. Ну, слушай, этих историй миллион. Смотри, давай поговорим о риторике, которая вот она с самого начала, значит, сначала Россия начала воевать против неонацизма. Ну да, династификация. Династификация, кстати, слова хрен выговоришь уже. Демилитаризация. Демилитаризация, блин, да хрен его, хрен с тобой, короче, это значит, что обезоружить всю Украину, это значит, да, и вот это, как это, династификация, то есть убрать всех нацистов, а сейчас риторика такая, что сейчас очень много этих нацистов, везде весь мир нацисты. Ну, потому что изначально задачи не было воевать со всем миром, то есть это уже явно как бы, что что-то пошло не так называется, потому что изначально была задача, вот мы, то есть надо было как-то объяснить, во-первых, то есть давайте сначала, задача была подстегнуть рейтинг падающий на самом-то деле. То есть это уже четвертая война, которую Путин подстегивает свой рейтинг, да, то есть мы начинаем там со второй Чечни, да, потом у нас идет Грузия, Украина первая, Украина вторая, ну, то есть Крым и вот Украина вторая. То есть это, да, бывает, а у него такое регулярно. И, естественно, была задача там за какие-то три дня там или за три недели захватить все, там вообще, там же ехали эти росгвардейцы уже, значит, с этими своими жилетами, да, 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 и дубинками, типа, разгонять демонстрации в Киеве. Вот, и тогда надо было это как-то объяснить, ну, потому что как бы с какого-то перепуга, да, вот взял, а деноцификация, там, значит, нацисты, там, значит, туда-сюда, вот, они что-то готовят. А потом, понимаешь, получилось так, что мы воеваем со всем миром, и как ты объяснишь, что у нас весь мир против тебя? Ну, все нацисты как бы, а кто же, как еще-то, да. Теперь у нас же вся Европа на стороне фашистской Германии воевала против Советского Союза. А про 1939 год никто не вспоминает? Конечно, запрещено. Про пакт Молотова-Риббентропа. Про нападение на Польшу. Польшу, да. Попытка захвата Финляндии. Да, при Балтике, все как бы, да. А потом говорят, почему Финляндия выступила на стороне Гитлера? А как можно воевать за страну, которая только что на тебя напала? Ну, как-то да, иностранно было. Кстати, Финляндия после Второй мировой войны, так сказать, подписавший договор, они заплатили очень большую цену за это все. Да, они репарации, единственная страна, которая выплатила репарации, да. Единственная страна в мире, которая выплатила все репарации, да. И, как говорится, настроила вот этот как-то договор о дружбе и взаимопомощи, да, пообещала Советскому Союзу. Линия Кекканина-Пасеки, да. Да-да-да, которая, кстати, не нравилась никому, кроме... Так сказать, пораженческий такой вот этот вот, пораженческая линия, да, Пасеки-Кекканина, она, в общем-то, привела к неплохим результатам. Финляндия-то, в общем, процветает. Она уже там к 70-м, 80-м годам, она начала реально серьезный скачок, причем с войны прошло там, ну вот, 30-40 лет. То есть по историческим меркам это совсем недавно, и Финляндия же была очень бедная после войны. И получилось, что за очень короткое время Финляндия за счет вот этого вот такого пораженческого пакта с Советским Союзом все-таки выросла и развилась. То есть, в общем, да. Ну, это была хорошая тренировка. Смотри, риторика поменялась потом, это значит, я услышал такую цитату, откуда-то взятую, естественно, никто этого им придумать сам не сможет. Украины-то никогда и не было. Придумал Ленин. И чё? В 17-м году. Это все равно, что говоришь, что Ленин просто подарил независимость Финляндии. Вот он просто даровал. Конечно, и Польша. И Польша, да. Да-да-да. Поэтому... Много стран придумал Ленин. Да. Пол Европы, можно сказать, придумал Ленин при распаде Советского Союза, да. Как и вот памятник его убрали. Ну, вот что это, надо же поклоняться ему. Не, ну, слушай, ну, во-первых, памятники убрали, да, в Украине ты имеешь в виду, да. В Финляндии его тоже убрали. А в Финляндии, да, единственный бюст. Не в входку еще, а убрали тоже в входке. Так нет, дело в том, что он же был... Почему он стоял-то? Потому что это был символ города-побратима Петербурга. Они разорвали отношения, естественно, Ленин нафиг. В музей, там ходите, кланяйтесь ему, когда ходите, да. Вот, никто его не выкидывал, как бы, на свалку. Ну, да. Ну, вот, и Украина никогда... Ну, слушай, ну, это бредово, это как бы, про это даже комментировать бесполезно, потому что... Ну, это я повторяю те слова. Я понимаю, да. Русских людей, которые здесь живут, у нас в Финляндии, ребята, чтобы вы понимали, мы не в России, находимся в Финляндии, которые далеко от всего этого... Ну, вот, Илья, ты учитель истории? Ну. Ты знаешь, что, как бы, что происходило в истории, что Украина, естественно, была в разных своих формах, и вообще можно там, знаешь, грубо говоря... Так мы неправильную историю здесь преподаем, если вот сейчас. Естественно, да, да, да. История правильная, она только советская. Точно, да, 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 да. Как говорил Мединский, история должна быть что-то поставлена на службу современным требованиям государства, что-то такое. Доктор исторических наук, ребят. Серьезно. Ему как... Ну, да. Да. Вот, а, понимаешь, ну, мы тогда можем поставить вопрос, а что вообще было раньше, как бы, Россия или Украина? У меня был интересный разговор с каким-то человеком, я не помню, уже тоже вот из Финляндии. Он говорит, вот, история не та, да, вот это вам... Ну, это не та. Я говорю, а как не та? Вот она... Он что-то говорит, там, Советский Союз сделал то, 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 то. Я говорю, да, но я говорю, ну, Советский Союз сделал до этого, так же много плохих дел. Он говорит, его ответ, а победителей не судят. А, ну да. То есть вот как-то интересно так получается. А тогда ты можешь этим же комментарием, например, заглушить его вопросы про Америку, например, в Югославии. Ну, почему нет, да? То есть победители не судят, почему нет? Ну, да. Следующая риторика, с которой я столкнулся уже ближе к осени. Приехал человек из России в гости. Не будем называть имя, чтобы это самое, ну, конфидициально. Не политический человек, да. И он вот прямо, прыская слюной у меня дома, с открытыми глазами, говорил, что они воюют против всего НАТО. Ну, конечно, да. Только НАТО еще не приехало, как в том анекдоте. Он говорит, ну, мы, по сути, с НАТО воюем. Я говорю, каким образом? Он говорит, ну, оружие-то НАТОское. Я говорю, ну, у всех террористов оружие российское, и что дальше? Это же не значит, что Россия участвует в террористах. А вот. А значит ли? Да, хрен его знает. Ну, оружие, оружие-то инструмент. Ну, да. Если я тебе дам немецкий инструмент, чтобы приварить трубу там к другой, это не значит, что немцы ее сделали? Не, ну, смотри, вообще, а последовательно, конечно, здесь есть какая-то своя логика. То есть, ну, например, там, ну, даже вспомнить там Афганскую войну, да, тоже ведь воевали типа против Америки, потому что у тех американское оружие, у этих советское оружие, ну, было же там, или та же Виторика во Вьетнаме, например, да, там, летчик Лисицин и все такое, как бы это же... Ну, и вьетнамцы воевали чисто русским оружием. Конечно. А другие, вьетнамцы американским оружием, да, и американцы тоже сами. Нет, на самом деле, в этом плане, да, конечно, НАТО поставляет оружие, мы как бы ничего не... Ну, да, и НАТО на стороне Украины. То есть, тут как бы нет вопросов, да, как бы... Другой вопрос, кто в этом виноват, кто это начал-то? Да. То есть, НАТО не было против России, ну, вот посмотреть риторику НАТО, у них никогда... у них не было этого, у них не было каких-то там попыток наступить, у них были договоры о нераспространении, например, атомного оружия на Восточную Европу, про которую сейчас все говорят, что вот обещали, типа, НАТО не будет расширяться, этого не было. Был договор, что НАТО не поставит свое ядерное оружие на территорию там восточной, ну, бывшего Варшавского договора, и этого ничего нету, то есть нет-нет там ядерного оружия, ну, мы не знаем, по крайней мере. Вот. А как результат, ну, окей, да, то есть на руку НАТО так сыграть надо постараться было, то есть объединить все НАТО, присоединить Финляндию, Швецию туда, как бы, ну, окей, удачно, молодцы. — Еще следующая риторика, которую я услышал совсем недавно от наших же русских людей здесь. Ну, я читаю часто наши группы вот эти русскоязычные, иногда посмеиваюсь. У меня, кстати, несколько скриншотов есть, сегодня разберем паром. — Делайте больше ничего, ага. — Надо же как-то повеселиться-то. — Ну, да. — Это же юмор. — Ну, это весело, да. Вески было так грустно. — Без пива, без виски. — Да. — Вот. И там, значит, риторика такая следующая. Нападение было сделано, ну, или операция была произведена из-за того, потому что Америка хотела напасть через Украину и захватить всю Россию, чтобы воспользоваться бесплатными энергоресурсами. — Ну, это же бред. Во-первых, зачем нападать через Украину? — Так потому что нацисты? — Нет, ну... — Гомосексуалы, нацисты, наркоманы. С кем Россия справиться не может уже целый год? — Ну, вот, понимаешь, вот наша вся риторика на этом, вот она и обрывается. Ну, что мы можем этому противопоставить? То есть, если бы, например, натовское вооружение бы собиралось на границе с Россией, со стороны Украины, и там американские войска какие-нибудь, ну, это был бы другой вопрос. — Ну, потом же там появилось, там в течение хода войны, там появилось, что это был примитивный удар, сделан из-за того, что хотели нанести удар там какого-то 18-го числа. И, по-моему, нанесли там что-то, что там этот Соловьев у нас там кричал по телевизору. — Там какой-то сарай, да, взорвали, я помню. Была такая история. — Ну, что-то мне напоминает это финский... — Что-то напоминает, это в прошлый раз красивее было. — Начало финской войны, да. — Тут какой-то реальный сарай, его показывали по телевизору, это было просто смешно, потому что... — Да-да-да. Так и в Финляндии же тоже временное правительство было в Терриоке сделано. — Ну, это вообще смешно. Кстати, это очень похоже на то, что было здесь сделано. То есть там вот эти все ребята, Стрелков, там, Пушилин, вся эта братья, в общем, примерно так же, да. — Ничего не изменилось, да? — Ну, слушай, в этот раз они хотя бы какой-то приличный кусок сначала, в случае с финской-то войной, там вообще было смешно, а не первый городок, вот Терриоке, это же малюсенький городок. — Да, он же, по-моему, сейчас территорию России. — Да-да-да. — Это 13-30, Петербург, это совсем там вот... что-то за Сестроецком где-то там, то есть совсем рядышком. И не помню, как он сейчас называется по-русски. Но вот они туда вот первое, что они со границы взяли, и туда посадили, значит, товарища Кусинина. — Который, кстати, похоронен в стенах Кремля. — Ну, конечно, он с членом Минтерна. — Конечно, как же. — И в Петрозаводске стоит до сих пор на берегу здоровый такой памятник, причем очень высокий, смотрит на озеро. Уже никто не помнит, кто такой Кусинин, называется памятник Рыбнадзору. — Рыбнадзору. — Он стоит на озеро смотрит. — Ну, очень интересно, а вот ты какие-нибудь слышал такие интересные риторики еще, которые поменяются? Особенно здесь у нас в Финляндии, о которых говорят наши русскоязычные люди, которые вот с буквой Z бегают туда-сюда. — Ну, да, вот так все то же самое. То есть, да, что там НАТО, что вот там это геи. Я причем не понимаю, причем там геи? — Я, знаешь, с чем я встречался, причем даже в Фрибалтике, например, вот я сейчас часто работаю, знаешь, ты говоришь, типа, все не так однозначно. — Да, 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 что как бы я там, конечно, против войны, но, понимаешь, там... — Ну, это вот то, что я слышал, кстати, от Бачкала. — Да, 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 и что вот там... Ну, нет, я слышал... Я встречался, знаешь, с историями там как раз про геев, про то, что там вот это вот БАЗ НАТО, да, вот про все это, но в контексте того, что я, конечно, против. Но вообще-то вот, типа, они сами виноваты, да. — Да, да, да. Ну, то есть сам виноват в том, что они захотели жить, как хотят, да, а Россия хочет навязать силой свою, как бы, влиятельность. — А вот здесь мы подходим, понимаешь, к тому, что вот эта вот мысль, она не настолько тривиальна, то есть не всем приходит в голову, что в этом проблема на самом деле. То есть у многих... Ну, мысль в том, что они нас хотели что-то нам плохое сделать, а вот то, что у них просто они пытались жить своей жизнью, вот это как-то никому в голову не приходит. И, понимаешь, оно, да, оно как бы немножко не соответствует вот этой вот официальной затриторике, потому что, ну, потому что иначе как-то она немножко сыпаться начинает, понимаешь? И да, и... То есть вот это вот самое-то страшное, что вот как-то была такая мысль, когда началась война, что типа всё сейчас поделится на чёрное и белое, и будет сразу понятно, где зло, где добро, там, да, ты не можешь быть против войны, но... Ну, извините, ты не можешь быть за войну и быть адекватным человеком, или ты там, если ты против войны, то ты адекватный человек, ты за войну, то, соответственно, ты как бы за зло. Но оно так не получилось, потому что те, кто за войну, они не за ту войну, которая сейчас идёт. Они, понимаешь, они за какую-то мифическую войну в Святой Руси против, значит, сатанизма там Запада, чего угодно. Но это же не та война, которая сейчас идёт. Понимаешь? То есть вот если бы в реаль... Вот представь просто реальную картину, да, вот если бы реально Запад собирался напасть на Россию, они бы там, значит, насаживали какие-то свои ценности, там, тыри-пыри, то тогда типа можно оправдать то, что мы типа защитились. Но так как оно в реале немножко не так, и тут как бы сложно очень спорить, потому что, ну, это же невозможно спорить с человеком, который считает, что реально был геноцид там на Донбассе, например. Ну, был, окей. Если ты считаешь, что был геноцид на Донбассе русского населения, то да, конечно, русское население надо спасать. Но проблема в том, что его не было. И есть же огромное количество случаев, когда не верят даже своим родственникам. Там вот, знаешь, звонит там мать дочери, да, в Украину, дочь говорит, твои внуки сейчас в подвале сидят в бомбоубежище. Она говорит, нет, это все вранье, ты все врешь. Там нам по телевизору сказали, что вы нас бомбите. Давай тогда поговорим о нашем населении здесь, в Финляндии, русскоязычном, да, которое вот все-таки оно разделилось на два лагеря. Разделилось, да. Разделилось, да. И я частенько наблюдаю за разговорами, особенно в социальных сетях. Люди, значит, пишут, вот я сейчас даже комментарии сейчас прочитаю. Я скриншот сделал, извините меня, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, ссылку на умного финского блогера, который объясняет на финском языке, что на самом деле происходит, и что Россия не агрессор для моей финподруги, которая зомбирована местным ТВ. Да. Это ж пиздец. У меня есть друг, знаешь, наверное, Ливана Талтвадзе, который на Юле ведущий новостей. Ну, у нас Ливана Талтвадзе два видео есть. А, ну, конечно, знаешь, Ливана. Вот, я помню, что ему, ну, это еще было до войны, это было, по-моему, после Крыма, ему писали, что ваши хозяева из Хельсинген, Санамат, вам, значит, там проставили это самое, проставили. А я это сказал ребятам из Хельсинген, Санамат, недавно я с ними работаю, они очень смеялись. Я у Ливана спрашивал, я говорю, вот, меня обвиняет то, что мне Юле платит деньги за то, что я делал такие выпуски. А где Юле платит деньги? Офигеть. Да, я спросил его, где мои деньги? Он говорит, где мои деньги? Да, да, я ему так же написал тогда, я говорю, Ливан, а мне можно отсыпать? Вот, вот, что вот с таким человеком можно вот это... Ну, слушай, я вот помню эту историю, знаешь, когда была грузинская война, вот, мне тоже тогда говорили, что вот, типа, посмотрите, вот, типа, причем Финляндия тогда писала очень, очень-очень нейтрально. Вот Юля как раз вот, их потом сильно критиковали за это, они писали очень нейтрально про грузинскую войну, что ничего не понятно, кто-то на кого-то напал, что-то там случилось, и вот российские войска вошли. Вот, а западные, ну, западные, я имею в виду, там, какой-нибудь CNN, там, CNBC, там, вот такое, они писали, ну, очень конкретно, что это была провокация, что Россия вторглась, все такое, и мне тогда многие тоже говорят, что вот, посмотри, типа, вот западные, вот они там, у них своя пропаганда, а вот финны, они адекватные, типа, они что-то среднее пишут. Вот, но сейчас я уже не знаю, как бы, ну, вот есть факты непреложные, есть, блин, видеосъемка, есть аудиозаписи, есть там фотографии, миллион, то есть, ну, как ты Бучу вот можешь отрицать, она была или не была? Ну, была. Кто там только не побывал. Там было огромное количество журналистов с самого начала, они же спустили туда сразу журналистов, причем там со всех сторон, и как бы, да, там вообще вопросов никаких нет. Но, понимаешь, тоже, ну, что ты с такой риторикой сделаешь? Ну, во-первых, вопрос веры, конечно, но просто включаешь логику обычную. Вот у тебя есть, сколько западных стран, сколько стран можно отнести к западу? Ну, стран там 40, скажем, да, условно, там, если считать Японию, например, западной страной, ну, примерно там Австралия, все это. 40 стран. В каждой свои радио, теле, какие-то там каналы, газеты. У всех свои владельцы. У нас есть там, например, ну, в Америке, например, да, возьмем, есть Fox News, у которого там, ну, грубо говоря, Трамп за ними очень сильно, да, стоит. У них там есть CNBC, который, наоборот, за демократическую партию. И как ты объединишь все эти тысячи разных медиа в разных странах под одной какой-то крышей, да? Ну, то есть вот те, кто пытался организовать работу хотя бы трех людей, знаешь, они перестают верить в теорию заговора, потому что это будет сложно. Вот. А с другой стороны, когда ты знаешь, ну, если ты знаешь, как устроено, например, медиаполе в России, да, и как запрещено все, ну, как запрещено, не запрещено, оно просто, то есть оно закрыто, оно, кто-то сидит, кто-то отобраны лицензии, что-то заблокировано, телеканалы все принадлежат, ну, в общем, одной группировке. И ты просто логически подумаешь, да, вот где более вероятно, что информация корректируется. То есть когда у тебя есть огромное количество конкуренции, да, вот, ну, грубо говоря, в западной прессе, или у тебя есть одно вот это вот поле прессы в России, ну, как бы, да. Ну, понимаешь, меня меня винает то, что я смотрю финскую медиу, я очень, как бы, меня зомбировали финскую медиу, а я вот финскую медиу вообще не смотрю. Ну, вот видите. Потому что там нечего смотреть, в финской медиа ничего и не пишут, кроме как Россия напала, Россия ведет войну, и сколько там. Масло масляное, да, то есть как бы. То есть все как есть, то есть там ничего не, таких новостей, там, каких-то боевых комаров, там и все такое, даже финны даже об этом не писали, то, что один человек, представитель России, вон, сказал про боевых комаров, финны даже про это ничего не писали. Ну, потому что, понимаешь, они думают, что если ты про это напишешь, они подумают, что окурились уже на Юле, да. Да, 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 вот, то есть как бы, и тут в финской медиа ничего не такого. Ну, слушай, ну, знаешь, как это комментировать? Ну, да, но... Ну, смотри, то есть вот эта вот теория, да, что Америка там заправляет всем, и что вот, да, Финляндия делает только так, как американские хозяева, мне тоже, я сто раз это слышал. Причем эти люди почему-то живут в Финляндии до сих пор, они что-то не горят желанием, да, вернуться там в Россию. Почему-то. Я, кстати, не спрашивал у них никогда. Нет, почему спрашивал? Я даже спросил у нескольких людей на меня, они обиделись, мол, что я их послал домой, как бы, получается. Я как бы этого не хотел, я просто сказал, а что, если ты потрет, почему тебе на фронт не поехать, там они нужны, как бы. Да даже не в этом. Ну, смотри, ну, то есть ты сидишь, да, вот ты живешь в Финляндии, тебя вроде как здесь все устраивает, потому что ты тут живешь. Но тебе обидно? Ты на коленях? Тебя гнобят? Русофобия? Мне, кстати, кажется, это в две стороны такая дорога. Вот почему я говорю, что я на себе этого никогда не испытывал, но я знаю людей, которые это, да, вот тоже жалуют. Потому что они живут в своей маленькой России. Да, потому что, понимаешь, вот если у тебя адекватное какое-то... Ну, то есть, например, меня, да, Фину гнобить, ну, как-то глупо, потому что мы с ним на одних позициях. Ты себя, кстати, в зеркало вил, ты три метра ростом. Ну, да, меня страшно гнобить. Это я так говорю. Ну, в любом случае, понимаешь, как бы, ну, просто это глупо, потому что... А почему, если я на тех же позициях сам нахожусь? Да, ну, просто дебилизм. А если ты везде ходишь там с русским флагом, с этим, с колорадным этим самым, там, лесбуквой Z, или ты начинаешь там на работе своим коллегам доказывать, что там Путин великий, ну, как бы к тебе отношение такое будет. Оно, в принципе... То есть, ну, когда тебя посмотрят, как на неадекватного человека, и тебе будет, конечно, неприятно, да, с этого. В общем, да. Да. Я понимаю, почему. Ну, там были разные всякие, знаешь, вот эти вот какие-то новости были, что с работы кого-то уволили за то, что российская гражданка была, там, не продлили контракт. Потом все русские говорили, что скоро Финляндия наконец-то замерзнет, и все поймут, что они вот без этого не могут. Надо о своей стране думать, надо заниматься своими жителями здесь, в Финляндии. Вот, знаешь, вот вообще все проблемы, которые вот я вот сейчас вот читаю, я все, я о всех проблемах узнаю только из русских источников информации, такие как Facebook, и вот где-то в каких-то группах пишут, что вот опять 25, значит, опять у нас там скоро инфляция, знаешь, такие вот собрали все куркули там, да, как бы, да. А я не знаю, финны же об этом ничего не говорят вообще. Ну нет, есть инфляция, про инфляцию говорят, кстати. Нет, говорят про инфляцию, но к ней уже как бы привыкли. Ну так, понимаешь, когда у тебя средний доход там 3,5 тысяч евро, и у тебя инфляция там в 2% лишних, или там в 5% лишних, это как бы одно, а когда у тебя доход на уровне минимального размера оплаты труда в России, сколько там, 250 евро получается, ну как бы... Мы говорим про людей, которые здесь живут, наверняка работают на каких-то работах, Кстати, вот не факт. Не факт, да? Да. Ну кто-то, смотри, кто-то живет в Хельсинки, да, вот я там наблюдал за одним человеком, кто-то живет в Хельсинки, работает на работе, там у него очень много счетов, жена не работает, почему? Ну, я не знаю, может, русская культура. Ну мало, мало, много причин может быть. Да, может быть, да, ну как бы, ну это уже минус, то, что один человек работает. Ну, конечно. А обычно, как в Финляндии-то у нас в бюджет, ну и как во всех нормальных странах, строится и зарплат двух человек, правильно? Обычно, да. Вот, и у нас равноправие же на работе, у нас женщины и мужчины получают одинаково на тех же профессиях. Что с этими людьми-то делать тогда? Почему вот они вот говорят, что до сих пор здесь в Финляндии, что вот Россия не нападала, Россия войну заканчивает, и все, подожди, Илья, ты скоро все увидишь, вся правда встанет, мы за правду, и скоро Европа распадется. За правду. Да, 1 сентября же должна была Европа распасться уже. А, да-да-да-да. Кстати, если она распадется, я даже, наверное, рад буду, потому что мы будем меньше денег платить за все. Ой, да, она тоже в Финне. Ну, слушай, ну я не знаю, насчет этих вот там, там с Европы замерзнет. Я помню, была новость, что Копенгаген замерзает, и там, значит, какой-то русский дом открыли в Копенгагене, и туда ходят люди в Копенгагене погреться. А смешно то, что я на этой неделе был в Копенгагене, вот как раз, когда это вышло, и там было 10 градусов тепла, и я ходил там вот в толстовке, и что-то меня не особо тянуло куда-то погреться. Что, не ходил в русский дом? Не, делать мне больше нечего. Я слышал даже вот такую риторику здесь в Финляндии наши русские говорят, то, что это, знаешь, это заговор англосаксонов, вот это вот. Кто это? Да, хрен его знает. Я тоже хотел тебя спросить, кто это? Я не знаю, может, это фламандцы там или лилибаски какие-нибудь, мало ли. А у нас это тогда заговор у финно-угров, то есть, потому что российское же население, оно типа наполовину финно-угорских корней. Когда-то все это прекратится, да, когда-то все прекратится, и все равно правда-то она как-то всплывет, и окажемся, либо мы неправы, может. Ну, кто его знает. А вдруг, да. А вдруг, да. Или окажутся все-таки неправы те люди, которые поддерживают этот звездец, да. Как нам с этого, как мы, что ты, что ты, что ты можешь делать, когда ты почувствуешь, что ты неправ был? Ну, я когда чувствую себя неправым, регулярно бывает такое, я там либо скажу что-то, либо там как-то поступлю неправильно, я как бы признаю и говорю, что я был неправ. Но в, там, в случае, понимаешь, в случае вот с этой ситуацией, оно когда-то, конечно, разрешится, и есть такая опасность, что вот этот рессентимент, он будет сумасшедший после этого, потому что, вот признать, что ты был неправ, огромной человеческой массе, это очень сложно. То есть, есть пример там Германии, но Германию оккупировали, американцы, в основном, и они прям силой заставляли там, ну, например, ходить на сеансы, да, кинотеатр, смотреть там на кадры из Освенцима. Да, то есть, с Россией такого не будет, конечно, потому что никто не оккупирует Россию, но, как бы, понятное дело, так не получится. Когда-то оно, конечно, все навернется, и будет либо, как вариант 80-х годов в России, да, ну, в Советском Союзе, тогда же вот как-то начала эта рефлексия происходить, начали понимать, что там, скажем, при Сталине было, мягко говоря, не сильно хорошо, но это же прошло 30 там с лишним лет после Сталина. То есть, если там, скажем, вот эта вот вся, как бы это мягче сказать, ситуация продлится еще там 30 лет и постепенно будет затухать, вот через 30 лет, может быть, да, тогда вот уже получится какая-то на каком-то там, на какой-то волне модернизации понять, что, да, может быть, это... Финско-советская война была в 1939 году, да, и потом было продолжение, и финны до сих пор еще ее помнят. Ну, конечно, конечно, помнят, а почему нет? Прошло сколько, 70-80 лет? Нет, помнить будут, а что ты хочешь? Ну, и Первую мировую помнят, и Наполеевские войны вспоминают. Поэтому отношения такое, знаешь, такое предвзятое всегда. Так вот нету такого, я вот не понимаю, я не вижу этого отношения предвзятое особо. То есть, ну, я на себе никогда не ощущал там, что вот я русский, меня не любят за то, что там русские напали 70 лет назад на, там, или 80 лет назад на Финляндию. Ну, нет, то есть отношение предвзятое, я вот несколько раз там в жизни встречал, но оно было связано скорее, знаешь, с тем, как себя ведут, например, эмигранты здесь. Ну, уж точно не с Второй мировой войной, но как бы это было очень давно. То есть, оно, эта война, она не забудется, она уже все, она уже в истории, она уже прямо на уровне вот с этими всеми большими войнами. Это там, в лучшем случае, не получится Третья мировая из этого, хотя уже, в общем, недалеко до этого, на самом-то деле. Так что, все, дорогие друзья, мне было с вами приятно пообщаться, Михаил. Спасибо. Да, так что, до новых встреч. Все, всем пока. Пока.